Я захожу. А, переела, да? Я, знаете, держала очень долго язык в ведре с холодной водой. А, кстати, у нас же доктор в студии. Помогите! Руслан Ильянович, доброе утро, помогите, пожалуйста. Если обжег язык, что-то сунул горячее, и прямо обжег язык. Я попкорн пробовала. Охладить надо. Охладить. То есть реально вот в кружку с холодной водой, что-то серьезно? Давай я буду дуть просто. Можно я просто буду молчать, а потому что... Хорошо. Руслан Ильянович Питаев в нашей студии. Это врач высшей категории, кардиолог, сомнолог, а также заведующий отделением платных услуг Краевой клинической больницы. Мы говорим вам доброе утро еще раз. Еще раз доброе утро. Итак, самое главное спросить сейчас про то, как влияют фильмы на наше здоровье. Мы понимаем, что определенный жанр фильмов, если мы хотим поднять настроение, мы смотрим комедию. Если ужастики, то они могут сказаться о нашем здоровье. Так ли это на самом деле? Да, вот есть ли связь между кино и состоянием человека? Конечно, это как и краткосрочное влияние. То есть непосредственно мы, когда смотрим кино, мы испытываем эмоции. И так ли после просмотра фильма мы сопереживаем, допереживаем какие-то эмоции. Но и в том числе это имеет огромное влияние на воспитание целых поколений. То есть фильмы, они серьезно влияют на общество. Но сегодня мы, если говорим об эмоциях, то одно дело, что мы уже уверены в том, что фильмы вызывают некоторые эмоции в зависимости от жанров. Но и на сегодняшний день доказано, что эмоциональная составляющая наша имеет огромное влияние на здоровье. То есть те или иные эмоции вызывают те или иные заболевания. Получается, может ли быть такое, что трагичный фильм ухудшит состояние? Человека. То есть посмотрели фильм, трагедия какая-то, и он как-то повлияет на нас, он ухудшит наше состояние. Да, конечно. Если грубо разделить эмоции на негативные и позитивные, то фильмы, которые будут вызывать негативные эмоции, трагедию, агрессию, гнев, страх, то эти эмоции, они могут повлиять в краткострочной перспективе на наше самочувствие и вызывать некоторые заболевания. Ну вот, в частности, например, сердечно-сосудистые заболевания, чем я занимаюсь, да, они, конечно, тоже имеют взаимосвязь с эмоциональной составляющей человека. Вот. И также по сомнологии. То есть проблемы, связанные со сном, болезни больше сотни на сегодняшний день, они имеют непрямое взаимодействие с эмоциями, и тем самым какие-то эмоции, связанные с негативными изменениями, они отражаются на засыпании, на пробуждении, на качестве, на глубине сна. Ну то есть ужастики на ночь всё-таки лучше не смотреть, я правильно понимаю? На ночь действительно лучше прям на ночь перед сном непосредственно ничего не смотреть. То есть если есть определённая зависимость, если какие-то есть изменения, должен быть субстрат. Если совершенно здоровый человек со стабильной эмоциональной психикой, то просмотр фильмов ему не будет сильно мешать жить своей обычной жизнью. Но если есть какой-то субстрат, то есть есть эмоциональная лоббильность, есть изменения со стороны психики, может быть в жизни в текущий момент какие-то обстоятельства тревожат человека, то фильм может либо усугубить состояние, либо наоборот улучшить. Поэтому нужно выбирать фильм в зависимости от потребности. То, что сейчас хочется, да, вот сейчас. Как говорится, где тонко, там рвётся, да? Да. Получается так. А есть ли какие-то категории пациентов, у вас, которым вообще вы запрещаете смотреть кино? Ну, просто говорите, вот вам вообще кино не надо. Вот не смотрите. К счастью, такого нет. К счастью, такого нет, потому что в любом случае просмотр фильмов это не смертельное какое-то мероприятие, да? Но категория пациентов, которые страдают проблемами с засыпанием, с бессонницей, да, безусловно, мы разговариваем о том, что обстоятельства в жизни, в том числе просмотр фильмов, да, могут повлиять на их состояние. И поэтому лучше выбирать фильмы, которые будут либо успокаивать, да, либо убирать негативные эмоции. А лучше всего побуждать позитивные эмоции, радость, восторг, смех и так далее. Кстати, вот вы хорошо сказали, сейчас тогда продолжите. Подскажите, порекоменуйте фильмы, которые вот вызывают радость и восторг, по вашему мнению, топ ваших фильмов. Да, какая-то конкретика. Повышать настроение, улучшать здоровье. Ну, что касается своего личного опыта, иногда хочется посмотреть какую-то комедию, современную комедию, которая в тренде каких-то там вещей, модную какую-то, о чем-то новом. И в некоторой степени повышается, скажем так, какой-то эмоциональный фон, и заряжаешься какой-то энергией. Но, конечно, это уже для меня уже не несет такой значимого фактора, но для своих пациентов, конечно, я рекомендую посмотреть какие-то комедийные сериалы. Это понятно. Ну, а можете назвать пример, может быть, вам, который нравится, вы говорите, надо поднять себе настроение. И, друзья, ха-ха-ха. У меня есть такой пример. Подождите, я вот, например, включаю всегда девчат, девчата смотрю я, и они, там все хорошо, там нет смерти и, не знаю, там беды какой-то, да, там есть любовь, там есть светлое будущее. Меня лично это вдохновляет, и мне кажется, что и действительно как-то мое, не знаю, и состояние улучшается, по крайней мере, мне так кажется. У вас, может быть, есть какой-то конкретный фильм, который вы тоже смотрите? Один-два фильма. Смотрите, да, и... Вот по фильмам не скажу, но вот в последнее время иногда включаю стендап. Стендап – это популярное такое сейчас направление, да? И на самом деле там шутки про жизнь, про текущие какие-то наши обстоятельства, и эти шутки заходят, и ты действительно иногда улыбаешься. Слушайте, мой муж сейчас сидит у экрана и говорит, ну да, я же тебе говорила, Наташ, ну да, ну стендап же это, да. Можно, можно я все-таки подключу вас к нашему интерактиву? «Дикий ангел» или «Дикая роза». Что вы выбираете, если вы понимаете, о чем мы вообще? Вероника Кастро против Натальи Орена. Я так понимаю, это фильм из телевидения, я не смотрел эти фильмы. Да что вы за человек-то? Мы не упустим такой возможности. Подождите, вы еще были совсем молоды, вам не разрешали, что ли? Или вы сами по доброй воле не хотели? Ну как это не было, видимо, причинно сидеть у телевизора. Удивительно. У вас была, видимо, бурная молодость какая-то, получается. Мы сейчас даем вам такую возможность. Только позавидовать. Все серии «Дикого ангела» прямо сейчас. Да, прямо сейчас. Кстати, посмотрите, это же крутые сериалы. Лично я помню, лично я вспоминаю. Особенно заставки этих. А в основном я уже не помню, чем закончилось. Вот, кстати, я только сейчас понял. Я не помню, чем закончились сериалы. Я тебе расскажу, да. Ну а пока что, мы благодарим нашего гостя. Вообще, наш большой друг Руслан Райан Шпитаев, врач высшей категории, который нам сегодня рассказывал, что вообще-то фильмы влияют на наше состояние здоровья. И, как порекомендовал наш специалист, смотрите, конечно же, комедии. Все-таки это всегда было есть хорошо для организма и, в принципе, для мира в целом. Большое вам спасибо. После сейчас сходите, посмотрите «Дикий ангел». Хорошо. Классный сериал. Там всего-то один год шел он, как бы. А вы быстренько просмотрите это. Сейчас у нас, конечно же, пультика моего нет. Я обычно нажимаю на кнопочку, на циферку 9, потому что это же новости. Вы готовы? Тогда девятая кнопочка.